МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион в студии Вера Грушко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных его темах. Дорога будет одной из центральных здесь для нашей станицы. График благоустройства. Станицы Гастагаевская обновляют дорожное полотно. В основном больше стараемся расти защитников Родины. Костяк сборной. На курорте отметили спортивные достижения анапских чемпионов по смешанным боевым единоборствам. Техника выбрана необычная. То есть это работа мастихина. Свежий взгляд. В Анапе открылась бесплатная художественная выставка. 22 июня. День памяти и скорби. Ровно 82 года назад, рано утром, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Традиционно в Анапе состоялись патриотические мероприятия, приуроченные к этой дате. В 4.00 анапчане зажгли свечи в сквере боевой славы и почтили память павших героев минутой молчания. А накануне жители курорта присоединились к всероссийской акции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также на старом мемориальном кладбище курорта состоялась ночная церковно-гражданская панихида, во время которой помянули тех, кто первыми принял на себя удар фашистской Германии и выстоял всю войну. В 4 утра у братской могилы собрались священнослужители, военнослужащие жители и гости курорта, а также воспитанники приходской детской театральной студии «Живое слово» храма преподобного Серафима Саровского. Подвиг наших воинов всегда благословлен Богом. Церковь молится за своих воинов. И не только в лице тех, кто приходит в храм, но и в лице многих и многих русских святых. Именно в этот день, в день, когда праздновалась память русских святых и начиналась эта война, для верующих людей, а таких было миллионы, даже в советское безбожное время, было ясно, что все русские святые встали на защиту Отечества вместе с нашими воинами. И не посрамились эти надежды, потому что победа совершилась в день великого Георгия Победоносца. И это нам, дорогие братья и сестры, также назидание, что русские святые не покинут Россию, что мужество, сила духа будет всегда в наших воинах и в наших сердцах. В станице Гастагаевской обновляют дорожное полотно. Строительные работы продолжаются от улицы Новороссийской до Первомайской. Ход работ на участке сегодня проверил мэр Анапы Василий Швец вместе со своим заместителем Артемом Моисеевым. Подробности в нашем материале. Буквально в декабре прошлого года в станице Гастагаевской был открыт отреставрированный парк Победы. А уже сегодня рядом с ним обновляют дорожное полотно и устраивают тротуарные дорожки. Всего силами ДРСУ «Вираж» будет отремонтирован участок протяженностью порядка одного километра. Здесь сейчас очень важно, чтобы мы в погоне за сроками ни в коем случае не прохалтурились с качеством. Потому что эта дорога, она будет одной из центральных здесь для нашей станицы. Работы по улице Советская начались в прошлом месяце. За это время специалисты Дорожной службы успели снять старое покрытие, установить новые бордюрные камни и приступили к асфальтированию. Кроме этого, на данном отрезке также обновят освещение. Оцепкованные опоры поставим на светодиодные светильники. Оно в проекте или это плюс? В проекте нет, плюсом будем дорабатывать. Хорошо. После завершения ремонта ширина проезжей части увеличится с 5 до 7 метров. Возле парка появится парковочная зона, а рядом со школой оборудуют остановочный павильон. Полностью завершить работу подрядчик планирует в июле. Я думаю, сейчас, если вот это сделают напрямую дорогу, они разгрузят там. И потом, посмотрите, вот тротуар. Это очень удобно. С той стороны, с этой. Школа рядом, сейчас все асфальтировано. Так что все отлично. Хорошо, конечно. Хорошо. Парк такой красивый сделали, да? Хорошо. Станица наша преображается. Более-менее культурно чисто. Понятно будет, где люди ходили, где машины. Также Василий Швец посетил Парк Победы. Здесь мэр Анапы дал поручение по замене забора вокруг стадиона, организации ярмарки ремесленников и установки туалета. Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион. Пришкольный лагерь – отличный вариант проведения летних каникул. Там ребенок занимает свое свободное время полезными делами, укрепляет здоровье и всесторонне развивается. Подробнее о том, как прошла первая смена в анапских пришкольных лагерях, нам рассказала главный специалист-эксперт Анапского Роспотребнадзора Татьяна Архипова. В течение первой оздоровительной смены оздоровилось 2040 детишек. Функционировало в первую смену 15 лагерей дневного пребывания, 2 палаточных лагеря и 2 лагеря труда и отдыха. Территориальным отделом проведены профилактические визиты в отношении 13 образовательных организаций, на базе которых были организованы дневным пребыванием лагеря труда и отдыха. Профилактические визиты проведены с лабораторными исследованиями объектов внешней среды, проинспектированы условия пребывания детей в лагере дневного пребывания и условия их питания в пришкольных столовых. В первую спину оздоровительная кампания проходит благополучно, санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная. Всего за летний период времени планируется функционирование 27 лагерей дневного пребывания, 9 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных лагерей. На курорте отметили спортивные достижения анапских чемпионов по смешанным боевым единоборствам. Торжественная церемония состоялась в бойцовском клубе «Кузня». Начальник управления по физической культуре и спорту Анапы Максим Пронин и президент федерации всестилевого карате курорта Арсен Курбаналиев вручили грамоты трем бойцам. Тренировки в этом зале анапские спортсмены проводят практически без выходных, 6 дней в неделю. С 2018 года здесь оттачивают мастерство десятки мужчин и девушек разных возрастов. Современная материально-техническая база и квалифицированные тренеры «Кузни» – основа для воспитания профессиональных спортсменов. Ребята в Анапской кузне, в кузне города Краснодара, где основной центр, занимают основные призовые места по различным направлениям единоборств. То есть это не только смешанные единоборства, ребята выступают не только по смешанным единоборствам. Здесь также есть спортсмены профессиональные, которые уже выходят на профессиональные помосты, ринги. Также и спортсмены выступают в таких видах спорта, как рукопашный бой, кикбоксинг, всестилевое карате. Воспитанники «Кузни» регулярно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Из последних – первенства и кубок страны по всестилевому карате в городе Орел. Там анапчане завоевали два золота и одну серебряную медаль. На очередной тренировке спортсменов поздравили с отличным выступлением. Александр – действующий спортсмен и по совместительству тренер. Под его руководством занимается около 80 бойцов. Примечательно, что на последнем турнире в Орле до финала он дошел вместе со своим товарищем Сергеем Белетинским, где одержал победу. Однако это не испортило их дружбу, признается Александр. Сегодня они снова в зале вместе, где показывают пример молодому поколению. Самое важное, наверное, для любого тренера, это чтобы после меня осталось достойное поколение и люди не говорили, что там был какой-то клуб и непонятно, кто в нем был. В первую очередь стараемся воспитывать эту дисциплину, чтобы мог не только бабушке помочь дорогу перейти, но и не прошел мимо любой ситуации. В основном больше стараемся расти защитников родины, которые сейчас действительно нам очень нужны, и на это акцент. А соревнования – это уже как приятная часть всего лишь. Кузни – это не только бойцовский клуб, это хороший коллектив, который старается просто поддерживать спорт, где бы он ни находился. И один из самых активных спортсменов – Мартин Мугаев. Впервые в зал его привели в 3,5 года. С тех пор он не расстается с перчатками. А дома на стене с наградами красуется медаль за победу в Кубке мира. Вот и на очередном первенстве России Мартин продемонстрировал свое мастерство. В Орле он провел 5 поединков, 3 из которых завершил досрочно и 2 выиграл по очкам. Итог – уверенная победа в турнире. Я занимаюсь уже порядка 9 лет. Выбрал, потому что надо развиваться. Спорт – это не только развитие, это коллектив хороший, много разговоров, много нового. Мне понравился этот спорт изначально. И я не хочу забрасывать его. Хочу до конца проводить здесь время. Мама, конечно, переживает, но папа тоже. Каждый раз меня поддерживают, но не знают, что мой выбор правильный, потому что я люблю это дело очень сильно. В совокупности с трудолюбием любовь приводит спортсмена к результату. А как утверждает тренер Александр Аганезов, совершенству нет предела. Впереди у бойцов подготовка к новым соревнованиям. Осенью этого года их ждет Кубок мира и первенство России. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа, регион. Жители и гости курорта могут бесплатно посетить художественную выставку. Она открылась на базе профильного учреждения на улице Крымской. Экспозиция была составлена из работ выпускников художественной школы. И каждый рисунок был высоко оценен комиссией. Лесные пейзажи и бушующие волны Черного моря, уютные деревенские беседки и натюрморты. У каждого сюжета, изображенного на бумаге и холсте, есть своя уникальная атмосфера. Глядя на эти работы, невольно как будто погружаешься в завязку историй, которые умело раскрыли юные анапчане. Картины написаны выпускниками детской художественной школы. И теперь ребята представили свои итоговые работы на выставке. Все желающие учиться, все горящие изобразительным искусством. Поэтому 5-4, два варианта оценок было. Львиная доля работ написана гуашью и акварелью. Но также здесь представлены рисунки, созданные в других техниках и иными материалами. По словам педагогов, некоторые картины выполнены на профессиональном уровне, без единой ошибки. Они уже сейчас могут стать иллюстрациями книги. Есть тут работы, которые практически сделаны без ошибок, грамотно, прям как будто это уже взрослые люди рисовали. Ну вот концерт, пропорции людей, цветовая гамма, сама атмосфера. И техника выбрана необычно. То есть это работа мастихином. И поэтому вот она такая прям зрелищная очень. Посетить выставку экзаменационных работ могут все желающие бесплатно. Она будет действовать до 30 июня в детской художественной школе по адресу улица Крымская, 179. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Уже на следующей неделе, 27 июня, в Анапе выступит популярный исполнитель Севак. Не пропустите. Концерт состоится на летней эстраде в 8 часов вечера. Приобрести билеты можно на официальном сайте эстрададефис.анапа.ру 27 июня на летней эстраде поет Севак. Напомню, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.